Когда началась Великая Отечественная, в ВКПБ прошел военный призыв. И были коммунистические дивизии. Дивизии. И все знают, коммунисты вперед. Коммунисты вперед. И все видели эту знаменитую фотографию, когда, значит, бежит человек, подняв пистолет, поворачивает голову к бойцам, то есть явно кричит, за мной. Это, да, это, очевидно, комиссар. Спрашивается, почему бы Единой России не провести партийную мобилизацию, создать единороссовский полк или единороссовскую дивизию и бросить ее в зону слова. Вот это было бы, как совершенно справедливо говорит Владимир Владимирович, личный пример. Личный. Но это был бы батальон Брионе. Он бы присоединился к батальону Патек Филипп. Вот. Батальон Брионе. Совершенно справедливо. В отличном хаке от Брионе, помахивая ролексами. И вот у них было бы такое. Вот кто первый возьмет высотку? Патек Филиппы или ролексы? Время пошло. Ролексы рвутся, зубами перегрызают. А Патек Филиппы по кривой обошли. Дальше. У нас есть партия, про которую просто надо сказать, коммунисты вперед. Это просто коммунисты. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это событие недели от 26 ноября 2022 года. Я приглашаю всех подписаться на канал. Большое спасибо всем, кто подписывается на канал. В особенности большое спасибо всем, кто подписывается на канал во время эфира, поскольку это позволяет увеличить аудиторию видео. И мы начнем немножко с наших внутреполитических дел. На этой неделе, 25 ноября, Владимир Путин встретился с мамами, мобилизованных в рамках специальной военной операции. И первый вопрос Леониду Александровичу. Вы смотрели хотя бы отрывками эту запись, как оно вам здорово? Здравствуйте. Добрый день. Значит, все-таки первое внутриполитическое событие, я хотел бы обратить внимание наших слушателей, не на это, а сейчас я одно слово все-таки скажу. В российской газете опубликован новый закон. Это или не закон, я даже как-то не понял. Или это что вообще? Это какое-то правительственное распоряжение. Черт кто разберет, как его правильно назвать-то? Это нормативно-правовой акт. Я так понимаю, это один из приказов, которые ФСБ публикует. О спецоперации, об освещении спецоперации. Во-во. И хотя приказы ФСБ, как я понимаю, распространяются на сотрудников ФСБ, не знаю как вы, а я сотрудником ФСБ не являюсь, но, тем не менее, даже хоть мы и не сотрудники, ну, я за вас так уверенно говорю, вот, хоть мы и не сотрудники, но к нам этот приказ тоже, по-видимому, имеет самое непосредственное отношение. Во-все, я его воспринял как руководство к болтологии. Там сказано, он такой неопределенный, очень расплывчатый. Тем не менее. Давайте я процитирую его. Там написано, нельзя публиковать данные о потребностях и обеспечении войск, а также морально-психологическом климате в армии. Морально-психологическом климате в армии, да. То есть, ну, публиковать мы не публикуем, но у нас тоже СМИ. Кроме того, как я понимаю, там запрещено обсуждать перспективы этой самой СВО, правильно? Ну, вот, насчет этого я, если честно, не натыкался. То есть, тут именно речь идет о том, что нельзя комментировать внутриармейские дела. То есть, насколько это относится, так скажем, к перспективам. Допустим, можем ли мы говорить, что там российская армия достигнет того-то и того-то, или не достигнет того-то и того-то. Вот это пока непонятно. То есть, это максимально туманно сформулировано. Вот. Туманность. Значит, поэтому я думаю, что слушатели поймут, что ситуация непростая. поскольку ни в эмиграцию, ни в тюрьму никакого желания у меня нет, и у вас, как я понимаю, тоже, то я, по крайней мере, с этого момента постараюсь категорически избежать любых оценочных суждений. Потому что о моральном состоянии армии, о физическом состоянии армии, о моральном состоянии Путина, о физическом состоянии Путина, и не только Путина, и других, значит, институтов власти. Нельзя, значит, нельзя. Может, оно и к лучшему. Потому что оценки сейчас действительно мало кому нужны. Некоторые события настолько яркие, что, по-моему, не нуждаются в оценках. Это все говорит само за себя. Ну, вот, скажем, обстрелы, ракетные обстрелы украинских городов. Ну, нуждается это в моральных оценках? Нет, не нуждается. По-моему, каждый человек в состоянии сам вынести моральное осуждение по этому поводу. Поэтому, значит, я думаю, что почтем за благо мы никаких, значит, оценок, по крайней мере, отсебятины никакой не говорить. Будем пытаться обсуждать факты, которые к нам поступают. Ну, и какие-то логические конструкции с разных точек зрения. А вот, например, с точки зрения Запада – это так-то. А с точки зрения Путина – это сяк-то. А с точки зрения, там, Украины, там, Зеленского – это еще как-то. Ну, вот это не наше высказывание, не наши оценки, а наши гипотезы относительно того, что думают, хотят, делают и так далее другие люди. И вот, мне кажется, что это зона относительно безопасности. Такая слепая зона от попаданий слепых снарядов. Ну, вот. Теперь, что касается, значит, сегодняшней встречи. Я ее все не видел. Я не уверен, что она вся в интернете вообще выложена. Я видел, по-видимому, начало, вот, которое часто прерывалось почему-то. То есть, как будто кадр на кадр накладывался. Вот говорит Путин, говорит, потом бац, прерывается, и опять повтор его каких-то последних фраз. Ну, и так несколько. Вот. Ну, не знаю, с чем это связано. Но, тем не менее, то немногое, что я слышал, я слышал где-то минут, там, 5-6, произвело на меня большое впечатление, должен сказать. Ну, давайте начнем с самой бойкой цитаты, которую, я так понимаю, больше всех интересует. Владимир Путин сказал матери погибшего военного, что ее сын не зря ушел из жизни, и теперь его цель достигнута. В частности, он пояснил, вот у нас в ДТП погибает примерно 30 тысяч человек, от алкоголя примерно столько же. Ну, к сожалению, к сожалению, в смысле Владимира Путина. Так жизнь складывается, жизнь сложна и многообразна, сложнее, чем где-то в бумажках написано. Некоторые ведь живут или не живут, непонятно, и как уходят, от водки или еще от чего-то, непонятно. А потом ушли, жили или не жили, и незаметно жизнь пролеснулась как-то. То ли жил человек, то ли нет, а ваш сын жил, его цель достигнута. Кстати, о целях он тоже сказал, он сказал, как обычно, что они будут достигнуты. Вот как мы это прокомментируем? Это все-таки важный и моральный аспект этот с печенью. Да, вот я как раз о моральном аспекте, но применительно немножко к другой теме. Но сейчас я об этом скажу, хотя сам этого не слышу. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему Путин был уверен, что сын этой женщины обязательно сопьется или попадет в ДТП. По-моему, биографию этой женщины, биографию ее сына он едва ли знал. Поэтому мне кажется, что совершенно не факт, что он попал бы в число 30 тысяч умерших от алкоголя, от ДТП. Но в любом случае он сделал утешительный для матери вывод, что, по крайней мере, уж точно, что как у Высоцкого. Лучше уж... Нет, у Высоцкого не так, я извиняюсь, Высоцкий по-другому рассуждал. Вот, значит... А нет, Высоцкий так же, да, смотрите-ка. Он про альпинистов писал, так? Что, значит, сорвался там, я не помню точную цитату. Так лучше, чем от водки и от простуд. Так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Вот, значит, он по сильными словами утешил мать, сказав, что Ваш сын, по крайней мере, алкоголиком не станет, от алкоголизма не умрет, в ДТП не попадет. И вообще, значит, его цель тоже немножко странна, потому что ведь Путин не знал, какая цель в жизни была у этого парня. А может, он хотел стать ботаником или учителем школьным, или президентом России, например. А почему нет? Ну, в общем, я не знаю, почему Владимир Владимирович решил, что он знает цель жизни этого парня, но цель достигнута. Ну, я не знаю, может быть, мать его и поблагодарила, сказала, спасибо, Владимир Владимирович, может быть, без Вас бы он этой цели и не достиг, и зря бы прожил жизнь. И так бы жил, что я не пойму, жил он или не жил. А так вот, в какой-то степени, благодаря вам, он достиг цели. Так что спасибо сердечно. Я реплику матери ответную не слышал, поэтому ничего сказать не могу. Вот. Но то, что вот я слышал, тоже на меня произвело определенное впечатление. Потому что Владимир Владимирович начал с того, с того, что, значит, не хочется говорить какими-то казенными фразами, банальными. И сказал фразами неказенными, что для матери дети это самое ценное, в особенности для матери. Потому что мать рожала, мать кормила, мать вынашивала. Ну, это действительно простая мысль, но все-таки не казенная. И высказано было так. Вполне не по-казенному. Вот. А затем он перешел к тому, что ваши сыновья герои. Кстати, он объяснил, что он Путин. То есть, время от времени звонит их сыновьям. Ну, не их, непосредственно сыновьям. Ну, туда он позвонить пока не может, я так понимаю. Да. Ну, вот. Звонит, значит, в армию, так сказать. И разговаривает. По-видимому, прикидывается кем-то. Я так думаю, что он не своим голосом разговаривает. Потому что если он скажет, здравствуйте, я Путин, Владимир Владимирович. Представляете, что он в ответ услышит? Он ведь такое услышит, что... Ну, скажет, опять этот безумный Галкин звонит и прикидывается Путину. Ну, что-нибудь. Это так, знаете, в переводе на цензурный язык. Вот. Поэтому я думаю, что он не своими голосами. Но расспрашивает людей. Вот я там звоню, допустим, из Красного Креста. Как у вас тут? Ну, я не знаю, как он с ними разговаривает. Но звонит. Я, кстати, думаю, что этот опыт вообще надо расширить. То есть, мой аксалит... Как Гарун Аль Рашид, да? Он может переодеться и в окоп, и на Донбасс. Это, кстати, и объясняет, почему он... Ну, я бы в более широком плане... Ведь можно звонить вообще людям случайно. Но вот я сижу тут, вдруг звонок. Здравствуйте, как я могу к вам обратиться? Ну, я там говорю. Я из компании Билайн. Мы хотим понизить вам тариф. Если вы пойдете добровольцем в СВО, то после тысячи рублей разговоров будет понижен тариф на 30% при разговорах из Москвы и на 70% при разговорах из зоны СВО. Как вы относитесь к такому предложению? Вот с помощью таких микросоциологических опросов Владимир Владимирович мог бы узнать реальное отношение людей к СВО. Не, значит, от социологов, а непосредственно звонить, спрашивать. Или там, допустим, я из компании «Утконос». Есть такая. Вот мы, у нас такая инициатива, людям, которые участвуют в СВО, мы дарим 5 бутылок воды «Святой источник». Бесплатно. Если вы представите справку, что вы собираетесь в зону СВО, то 5 бутылок «Святого источника» вы получите завтра. Как вы готовы ли вы при таких условиях отправиться в зону СВО? Ну, что-нибудь такое. Это фантазия. И это бы очень богатое дало социологическую информацию о том, как люди в разных регионах, так сказать. Ну, ладно, это не более чем мои верноподданные пожелания. Но, значит, рассказав этим матерям, что самое дорогое – это дети, и что наибольшее, наиболее тесное отношение у ребенка именно с матерями, значит, рассказав им это. Путин дальше сказал, что они воспитали героев. А героев воспитывают не разговорами… Да, кстати, он произнес лично странную фразу, между прочим. Что не надо верить телевизору и интернету. Я не совсем понимаю. По-моему, люди, с которыми он разговаривал, едва ли смотрят украинское телевидение, или CNN, или Fox News. Поэтому не совсем понятно, какому телевизору они не должны, по мнению Путина, верить. Первому каналу… Соловьеву, Скобеевой. Не должны верить. Так иначе, логически, иначе не получается. Потому что он прямо сказал, что не надо верить телевизору. Может быть, он имел в виду, что не надо смотреть CNN, или Fox News. Но тогда бы он так и сказал. А он сказал телевидению вообще. Нет, телевидению, на котором, кстати, выступает… Есть передача «Москва, Кремль, Путин», которую ведет Соловьев, где регулярно выступает Дмитрий Сергеевич Песков. И вроде как я до этого момента думал, что он выражает официальную точку зрения. Ну, уж как минимум администрация президента. Оказывается, нет. Нельзя ему верить. Пургу несет. Так, понимаете, тут вообще непонятно, чему верить. Собственно говоря, эти слова Путина тоже прозвучали, между прочим, по телевизору. Так, если разобраться. Да, но Владимир Путин говорит, что сейчас вы, уважаемый россиянин, будете верить своим бесстыжим глазам, а не моим честным словам. В общем, я не с телевизором, я, честно говоря, не совсем понял. Это какой-то… Это какой-то парадокс. Это абсурд какой-то, как сказал бы один из причесников Владимир Владимирович. Ну, ладно, нельзя так нельзя. А вот про личный пример, про воспитание личным примером, эти слова на меня действительно произвели очень большое впечатление. Эта мысль действительно не каленая, не заезженная. Мысль, во-первых, действительно свежая, а во-вторых, очень справедливая. Но, поскольку Владимир Владимирович говорил не вообще обо всем на свете, так сказать, а конкретно о том, что вот в связи с СВО люди воспитываются личным примером. Ну, и мне пришла в голову, по-моему, вполне естественная мысль. А чьим личным примером? Ну, вот, например. Давайте пойдем от конкретного к общему. Ну, вот, например, у нашей страны есть группа руководителей, которые начали СВО со всем известными целями, как обычно говорят. Эти цели настолько общеизвестны, что их обычно не перечисляют. Дескать, и так все все знают. Хорошо, все все знают. Я, например, не знаю, но не важно. Группа людей начали СВО, рассуждая в логике Владимира Владимировича. Именно эти люди, именно своим личным примером, личным должны воспитывать тех людей, которые отправились в зону СВО избежать многих опасностей. Не спиться, не погибнуть в автомобильной аварии, и вообще достичь определенной цели в жизни. Логично? Логично. Как они могут это сделать? Ну, по-моему, это очень просто. Ну, вот, например, есть наиболее неистовый Роланд, наиболее неистовый пропагандист СВО, самый непримиримый, самый отчаянный, все его знают, это Дмитрий Анатольевич Медведев. Может он показать личный пример? Вы хотите сказать про Илью Медведева? Совершенно справедливо. У него есть сын, вполне призывного возраста. Не так давно этот сын вернулся из Соединенных Штатов. До этого он, в этом году вернулся, кстати, уже шла СВО, а он учился в Соединенных Штатах. Какой это личный пример? Это личный пример любви к родине. Находясь во вражьем тылу, в окружении отчаянных русофобов, он высоко поднял факел любви к родине и держал его, несмотря на все опасности с этим связанным. Да уж что мелочиться, как Данка осветил, так сказать. Ну, это ваше слово. Мне сохранность здоровья Ильи Анатольевича... Нет, Ильи Дмитриевича, он все-таки его сын, а не брат. Ну да, Ильи Дмитриевича. Мне сохранность здоровья Ильи Дмитриевича очень даже дорога. Но казалось бы, довольно естественно, что личным примером Илья Дмитриевич может зажечь многих и отправиться в зону СВО. Более того, я практически на сто процентов уверен, что он это и сделал. Просто. Из скромности, ради того, чтобы не создавать нездоровые сенсации. Об этом помалкивают. И это совершенно неправильно. Потому что, если бы об этом все знали, то это был бы как раз пример личного примера. Что человек личным примером... У Сергея Владиленовича Кириенко есть сын. Он талантливый предприниматель. Говорят, мультимиллионер. Ну и что? А разве предприниматель не может воевать? Ну, не на год. Взять в руки автомат, на какое-то время поехать, повоевать и вернуться. Так вы не в курсе, да, что есть такой знаменитый батальон, где Алексей Дмитриевич Рогозин, где Владимир Сергеевич Кириенко, Илья Дмитриевич Медведев как бы... Нет, Золотая Рота называется, по-видимому. Ну, почему Золотая Рота называется? Не знаю, как вот вы бы назвали этот батальон? Как бы назвал, они люди небедные. Следовательно, Золотая, ну, как сказать, Полк Мажор, или там, я не знаю как. Ну да, Полк Мажор, он же Золотая Рота, потому что люди небедные. Батальон Патек Филипп. Ну да, да, Батальон Патек Филипп, совершенно. Я не знаю, дети украинских министров, депутатов, дети Порошенко, дети, значит, этого самого, как у них до этого это был президент. Ющенко. Ющенко. Вот. Они, значит, в штыковую ходят или нет, но это их проблемы. Это проблемы их и украинского населения. Пусть украинцы сами разбираются со своими, так сказать. Ну вот Владимир Александрович, его дети не могут быть. Его не могут, молодые, совершенно справедливо. Не, ну дочь Александра есть, она 2004 года, то есть ей около 18 лет, но это все-таки дочь, это не сын, а сын совсем маленький. Может, в медицинской какой-то, неважно, это проблемы украинских слушателей, пусть они со своими депутатами разбираются сами. Меня интересует российская сторона. Сын, значит, Олега Добродеева. Он тоже миллионер, тоже очень крупный бизнесмен. Но, простите, еще раз говорю, бизнесмен – это же не инвалид, правильно? Не больной человек. Ну, хоть на какое-то время. Почему не пойти? Личным, опять же, пример. Идем дальше. Владимир Рудольфович. Ну, тут уж очень много. Во-первых, есть Даниил Владимирович Соловьев. Ну, да, кстати, тут только Даниил Владимирович. Потому что Владимир Владимирович Соловьев, он еще молод, как и Иван Владимирович Соловьев. Слушайте, я не настолько знаток генеалогии Соловьевых, но мне рассказывал кто-то, если я не ошибаюсь, что один из его сыновей, совершенно взрослый человек, который вместе с Соловьевым-старшим сняли фильм, где они долго восхищались Муссолини. Да, это, я так понимаю, Даниил Владимирович. Даниил Владимирович. Ему 21 год. 21 год. Он уже знает, кто такой Муссолини. Ну, 21 год – это полезные знания. Почему бы ему не принять участие в деноцификации и борьбе с фашизмом? Они в разговоре с папой долго восхищались Муссолини и потом объяснили, что Муссолини был парень хороший, совсем не то, что ублюдки-нацисты. Ну, так ведь мы же воюем не с фашистами, а именно с цистами. Давайте точно цитировать, что не стоит путать итальянский фашизм и ублюдочный национал-социализм. Вот это цитата по фильму Соловьева. Ну, мы-то воюем именно с национал-социалистами, украинскими, правда, с нациками. Ну, так в чем же дело? Какие проблемы? В свое время, когда Англия освобождала Фолкленда, на корабле, который плыл из Дувра к Фолклендам, был сын Маргарет Тэтчер. Когда Англия воевала, согласно своим союзническим обязательствам, которые у многих вызывали большие, надо сказать, вопросы, очень большие, тем не менее воевала в Ираке. Среди английских военных был принц Гарри. Все ругались, кстати, и говорили, куда этого козла понесло, потому что его одного охранять должна чуть ли не целая дивизия. Если его захватят, там это... Тем не менее, он туда отправился. Вот вам личный пример. Можно глубже копнуть, пожалуйста. Великая Отечественная война. Так? Сын Сталина воевал. Как он там воевал, другой вопрос, но воевал. Оба сына воевали. Ну, один сразу в плен попал там. Не, ну что это, не воевал, что ли? Ну да. Приемный сын Сталина воевал, Артем Сергеев. Сыновья Микояна воевали. Одного убили, кстати. Другой был летчик. Воевал... Сын Хрущева летчик был. Сын Хрущева погиб, так. Тоже там непонятно как, но неважно. Воевал же. Значит, воевал сын Долореса Барури. Погиб. Воевал приемный сын Ворошилова. Его звали Тимур Фрунзе. Погиб. И так далее. То есть, многие воевали. Я не сравниваю масштабы войны. Не надо, чтобы погибали. Зачем? Пусть живут и радуют родителей. Но личный пример. Это же, мне кажется, важно личный пример. То есть, мне кажется, мне-то ничего не кажется. Это Владимир Владимирович сказал. Личный пример. Исключительно важно. У Владимира Владимировича сыновей, как известно, нет. Да. У него есть дочери. Они не могут идти воевать. Понятно. Но, например... Медсестры. Медсестры. Ну, например, Ее Величество Елизавета, недавно в Бозе почившая. Она во время войны была медсестрой. Так же, как и дочери Его Императорского Величества Николая Александровича. Были медсестры. Ладно. Бог с ними, с сыновьями, с дочерями и с прочими родственниками. Хорошо. Один из величайших наших патриотов, по степени патриотизма вполне сравнимый с Медведевым, Володин, изрек вообще классическую фразу, что депутатство в Думе – это совсем не иммунитет от участия в СВО. Я уверен, что есть депутатская рота. У меня нет просто никаких сомнений. Судя по тому, как мало депутатов сидит обычно при голосованиях, где они? Ну, в Донбассе, по-видимому, легко предположить. Нет, у Володина дети, во всяком случае, мальчики, они маленькие, 8 и 9 лет они в школе. Так я же не про депутатский корпус, я про депутатский корпус. А, депутатский корпус. Он сказал же не то, что мои дети – это иммунитет. Этого он вообще не говорил. Меонов на спецоперацию добровольцам пошел. А, и уже воюет? Ну, он то в Думе, то на фронте. А он многостаночник. Он и там успел, и там успел. Но в Думе 450 депутатов. 450. Все-таки было бы естественно, если бы хотя бы несколько депутатов. Ну, например, да, депутат Федоров. Почему бы и нет? Депутат Федоров ему сложно, потому что он рассказывал, что ему в мозг внедрились агенты ЦРУ, и он с ними ведет постоянную борьбу. И если он будет на линии фронта, и опять агентура ЦРУ внедрится ему в мозг, он может перебежать на сторону противника. Пока он не одолеет ЦРУ в своем сознании, он не может. У всех депутатов так ведь, понимаете, они вот когда попадут в зону СВО, очень даже возможно, что активизируются агенты ЦРУ, и наша Государственная Дума, она как бы автоматически перейдет на сторону врага. Шутка ли? Потом увидим в Конгрессе сидящем Милонова, Федорова и так далее. Ну, не знаю, во всяком случае, вот когда была Первая мировая война, то многие депутаты Государственной Думы, они не переставали быть депутатами, но они создавали санитарные поезда, некоторые шли воевать, несколько человек погибло, кстати. Ну, вот был санитарный поезд, которым командовал известный черносотенец и думский хулиган Пуришкевич Владимир Митрофанович, о котором мы все знаем из 12 стульев вопрос. А правда, что Пуришкевич был лысый? Правда, он был лысый. А кроме того, правда, что он воевал на фронте. Ну, по крайней мере, у него был санитарный поезд. Вот это известный факт, да? Ну, хорошо, с депутатами не очень понятно, но допустим, что они пока еще только, значит, раскачиваются, потом действительно сложно наладить дистанционную связь, вот они должны законы принимать там, ну ладно. Ну, простите, у нас есть партии, которые не просто активно призывают к военным действиям, а которые просто являются реальными трубодурами СВО. А турчак на месте? Нет, это вы, пожалуйста, не путайте. Когда началась Великая Отечественная, в ВКПБ прошел военный призыв, и были коммунистические дивизии. Дивизии. И все знают, коммунисты вперед, коммунисты вперед. И все видели эту знаменитую фотографию, когда, значит, бежит человек, подняв пистолет, поворачивает голову к бойцам, то есть явно кричит «За мной!». Это, да, это очевидно комиссар. Спрашивается, почему бы «Единой России» не провести партийную мобилизацию, создать единороссовский полк или единороссовскую дивизию и бросить ее в зону СВО? Вот это было бы, как совершенно справедливо говорит Владимир Владимирович, личный пример. Но это был бы батальон «Брионе», он бы присоединился к батальону «Патек Филипп». Вот, батальон «Брионе», совершенно справедливо. В отличном хаке от «Брионе», помахивая ролексами. И вот у них было бы такое, вот кто первый возьмет высотку, «Патек Филиппы» или «Ролексы». Время пошло. «Ролексы» рвутся, зубами перегрызают. А «Патек Филиппы» по кривой обошли. Дальше. У нас есть партия, про которую просто надо сказать «Коммунисты вперед». Это просто коммунисты. Просто коммунисты. Самые яростные сторонники специальной военной операции. Более яростных я знаю, сейчас скажу и о них. Коммунисты вперед. Ну, Геннадий Андреевич говорил о подольских курсантах. Вот. С языка сняли. С языка сняли. Я знаю внука Геннадия Андреевича. Леонид Зюганов. Ну, я не могу похвастаться личным знакомством. Ничего нет того нет. Ну, он похож на подольского курсанта. Такой же статный, красивый. Леонид Зюганов, Леонид Андреевич, если я не ошибаюсь. Но Леонид точно, мой тезка, я поэтому запомню. Представлял меня в Московской городской думе. Депутат нашего округа. Потом он переехал в какой-то другой округ. Ну, крупный, здоровый мужчина. Весьма упитанный, кстати сказать. Что тоже немаловажно в бою. Я думаю, что он на фронте. Я практически уверен, что он в зоне СВО. Но я не понимаю скромности Геннадия Андреевича. Это какая-то скромность больше Ленина, больше Сталина. Но так же тоже нельзя, понимаете. Я уверен, что он в первых рядах. И все это не вызывает никаких сомнений. Почему это надо скрывать? И, наконец, ну хорошо, внук, понятно. Не сопьется и, значит, в автомобильную аварию не попадет. Но! А надо ведь сказать, что ведь у внуков-то, которые в батальоне по ТЭК-Филипп, у них-то шансов-то попасть в автомобильную аварию больше. Там по 500 лошадиных сил, по 600. Там только чуть-чуть к педали прикоснешься, как Хобб и жизнь зря прожил. Ну да, а теперь не зря. Дивизия Майбах включает в себя полк Патек-Филипп, полк Ролекс, значит, роту Бриони, роту Ральф, как его там, Лаудер, Лаудер, чёрт-то разберетный, Лаурен, Ральф Лаурен, ну, в общем, многое. И в Сен-Лоран, да. И в Сен-Лоран, ну, рад за них, за всех. Значит, коммунисты вперёд. Почему КПРФ не провела мобилизацию? И, наконец, есть партия, которая уже до такой степени, ну, уже и Единая Россия отдыхает, и коммунисты отдыхают. Это партия, вождь которой годами, то что годами, десятилетиями, десятилетиями призывал решить украинский вопрос, ну, правда, он призывал решить ещё там вопрос Персидского залива, но это дальше, это следующее. Где партийная мобилизация ЛДПР? Они без конца призывают, 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 ну, так, черт возьми. В конце концов, можно показать пример? Ведь ваш вождь, именем которого вы живы, об этом мечтал всю жизнь, так? мы предчувствовали колыхание этого трагического дня. Он настал. Вот жизнь моя, дыхание, Родина, возьми их у меня. Родина, возьми их у меня. Почему Слуцкий? Ну, хорошо. Значит, я уж там не знаю, в Патек Филиппе, ещё где-то, ещё. Почему он не возглавляет роту разведчика? Ну, он на дипломатической работе, понимаете, он переговоры вёл там с Подоляком, с остальными. Личным примером переговоры не вели. Понимаете, переговоры это не тот личный пример. Если твой личный пример переговоры, то, извините, многие мобилизованные скажут, давайте я тоже переговоры повезу. Не, ну они же не дипломаты, они же не председатели международных. Там лучше есть депутат, например, депутат Луговой, человеку. Да, некоторый военный опыт имеется. По крайней мере, некоторый опыт уничтожения противника есть. Да. Тем более на вражеской территории, спешу заметить. Так в чём проблема? Ну, я не говорю уже о партиях мелких, типа там Родина Справедливости, или как она там называется. Справедливая Россия за правду, Захар Прилепин. Вот. И, наконец, мы переходим к последующему, к последнему элементу личного участия. Опять же, согласен, я не сравниваю несравнимое, но личный пример нужен всегда. Великая Отечественная война. Знаменитый, значит, предсказатель, медиум, Вольф Мессинг, один из самых богатых людей в Советском Союзе. На его средства был куплен самолёт, истребитель, лав. На этом самолёте летал лётчик. Они подружились, после войны встречались, и так далее. Нина Русланова, Клавдия Шульженко, Утёсов, артисты Большого театра. Они все покупали на свои средства, ну, не покупали, на рынке не купишь, но давали деньги на самолёты. Вы представляете, как бы смотрелась эскадрилья Филипп Киркоров, Филипп Киркоров и Николай Басков. Как бы смотрелась эта эскадрилья, покрашенная в небесно-голубой цвет, она бы атаковала значит, вражеский аэродром. А, допустим, руководители телевидения Константин Эрнст. Вот как бы смотрелась передача «Вечер с Соловьёвым», если бы Соловьёв начал с того, что моторизованная колонна Владимир Соловьёв сегодня вторглась в деревню Хацепетовка. И танковая дивизия Лейбштандарт Дмитрий Киселёв, да? Ну, например, а Симонян, представляете, эскадрилья, осы Симонян, и вот эти осы Симоняны жалят фашистов, нацистов, с фашистами мы не воюем, мы с нацистами. Но это же, насколько бы голосок Симонян гремел и звучал сильнее. И опять же, не буду говорить о наших процессуальных противниках. Существует моторизованная дивизия Дмитрий Гордон, там, значит, воюет ли рота мотоциклистов Матвей Гонопольский, как далеко продвинулась рота спецназа, там, не знаю, кто у них там. Евгений Киселев. Да. Представляете, столкновение, столкновение бронепоезда Евгений Киселев и шмелей, стальных шмелей Дмитрий Киселев, кто кого. Вот он, личный пример. Вот она, сила искусства и личного примера, понимаете? Между тем, этого ничего нет, что меня искренне изумляет. Наконец, я вспомнил, значит, РПЦ. РПЦ построила танковую колонну, которая называлась Дмитрий Донской. Кто поедет, будет, значит, в Донском монастыре, зайдите, вы увидите танк, на котором написано Дмитрий Донской, 42-й год. РПЦ дало, значит, деньги на построение вот этой танковой колонны. Патриотический порыв РПЦ ничуть не ниже сегодня. Патриарх Кирилл ничуть не меньше, чем патриарх Алексий призывает, значит, умереть за други своя. Да, за други своя. Но неужели РПЦ 2022 года настолько беднее, чем РПЦ 1943 года? Просто мне трудно себе это представить. Неужели они настолько обеднели? Но даже если они обеднели, ну, в конце концов, можно отдать на переплавку значит, колокола, оклады. Тут мы встаем на очень зыбкую почву, так сказать. Ну, не надо отдавать на переплавку. Не надо святыни. Не надо святыни отдавать на переплавку. Ну, хорошо, если у РПЦ нет денег. Ну, можно же объявить сбор среди верующих. Ну, среди прихожан, конечно. Среди прихожан, пустить шапку по кругу. И, наконец, последнее, прихожане. Сами прихожане. Ну, прихожане-то разные бывают, понимаете? Мы все знаем о 200-метровой яхте с гордым названием Князь Игорь. Ну, а крейсер Князь Игорь плохо бы смотреть? Черноморский флот, его вообще можно отдать? Мордашову, Сечину, Миллеру? про Сечину. Значит, яхта Князь Игорь принадлежала конкретно Игорю Ивановичу. Да. Так, почему не создать крейсер Князь Игорь? У нас есть бизнесмены, которые как-то никак себя не ознаменовали в ходе этой спецоперации. Есть предатели, которые сбежали. Ну, Фридман, например. Туда ему дорога. Может быть, он вооружит дивизию, зенитную дивизию, и фридмановцы будут отчаянно сражаться в небе Львова. Этого я не знаю. Фридман, как известно, родом из Львова. Туда ему и дорога. Но как там воюют Фридманы и Авены, это их проблемы. Но есть бизнесмены абсолютно патриотические. Тот же самый, значит, Игорь Иванович Сечин. Дерипаска, один из самых патриотичных бизнесменов в истории России. Вы представляете, сколько может вооружить один Дерипаска? Вторую армию создать. Да, батальон имени Насти Рыбки. Да ладно, там батальон. Он может просто флот Рыбки создать. Настин флот. Как бы смотрелся там пятый Настин флот. И этот пятый Настин флот мог бы вступить просто при случае в борьбу с пятым флотом США. Поэтому я к чему весь этот длиннющий спич произнес. К тому, что меня действительно глубоко задели, в хорошем смысле слова, нашли глубокий отклик в моей душе действительно проникновенные слова Владимира Владимировича. Совершенно правильно. только личный пример. Самые лучшие теории Дугина, значит, Солженицына, Ильина. Это прекрасно. Но это сухомятка, понимаете. Ни, значит, Солженицын, ни Ильин личного примера показать при всем желании не могут. Дугин показывает. Вот Дугин показывает личный пример. Правильно. Дугин, Стрелков, вот они показывают личный пример. Но как ни крути, они не руководители государства. И хотелось бы, чтобы люди, значит, действительно, которые реально посылают других освобождать священную русскую землю, вернуть наш Херсон, который захватили, ну, временно, временно, естественно, временно, захватили бандеровцы. Ну, хотелось бы, чтобы они тоже или показали личный пример, или, если они его показывают, то не стеснялись бы, откровенно об этом говорили, потому что личный пример очень важен. Действительно, Путин абсолютно прав. И если вот на ближайшем, допустим, вечере с Соловьевым кто-нибудь спросит, а где твой сын, где ваш сын? Ну, зачем Соловьеву говорить, это наша личная семейная дня? Покажи фотографию, где он с флагом, в тельнике, с автоматом в руках, с портретом Муссолини, то есть Муссолини тут ни при чем, Муссолини это старые кадры, с Муссолини давно покончено. Ну, в смысле, не про Муссолини речь, не про Муссолини речь, с флагом, с автоматом, в тельняшке, ну, вы представляете реакцию зала? Я думаю, что старик Кедми глухо рыдал бы, просто глухо рыдал бы, закрыв глаза кулаками, и только порой с языка срывались глухие проклятия, ну, вот, старик Кедми бы рыдал как ребенок, но, бог с ним со стариком Кедми, пусть рыдает, пусть не рыдает, его проблемы, но зритель Соловьева, а их же миллионы, их десятки миллионов, он бы сказал да, да, это не пустые слова. Хорошо, будем надеяться, что Ольга Скобеева сможет синий платочек сберечь. Двигаемся дальше. На этой неделе был саммит ОДКБ, вот, этот саммит прошел как-то немножко странновато, это мои... В Ереване он был, по-моему, да? Где он был, я, если честно, не обратил. В Ереване, в Ереване, да. Вот, но, тут вот, в чем дело, вот эта ситуация вокруг конфликта между Арменией и Азербайджаном, вот она, какое-то развитие, на ваш взгляд, получила в результате этого саммита, потому что господин Пашинян, он как-то себя нервно, по-моему, вел на этом саммите. Так если я правильно понимаю, Армения не подписала итоговый документ, что ли? Ну, да, вообще поговаривают, что, например, министр, точнее, да, премьер-министр Армении Никол Пашинян просто бросил все и уехал, и все, и не подписал ничего. В общем, итоговый документ, я, честно говоря, так и не понял. Он появился или нет, этот самый документ? Или так и завис? Я так понял, что Пашинян его не подписал, хотя, может, сам документ-то появился. Ну, документ о отношениях Армении и Азербайджана, который не подписал и ни, ну, ни Азербайджан не подписал по понятным причинам, он не входит в АДК бы, но и Армения не подписал, что стоит этот документ? Ну, в общем, как-то, да, насколько я знаю, Путин и Армяне очень так торжественно встречали более чем торжественно, а вот проводы получились не очень. Вот, и в общем, как-то АДК бы был смят и сжат, и более того, пишут комментарии о том, что чуть ли не АДК бы прекращает свое существование. Ну, а насчет прекращает существование, это я позволю себе не поверить в это дело, что-то я вообще не припомню такой международной организации, которая при любых условиях прекратила бы свое существование. Организация Варшавского договора? Ну, вот разве что, да, вот разве что Организация Варшавского договора. СЭФ, Организация Варшавского договора, да, но это уж. Вот, а так что-то я плохо представляю, как он прекратит, другое дело, что он может вполне остаться, естественно, но из него жизнь уйдет, но вот СНГ, оно же есть, есть, а что толку-то от того, что они собираются и друг на друга глядят. Вот, понятно, что авторитет России, надеюсь, это не фейка и не преступное высказывание, это все вроде к военным отношениям не имеет, авторитет России не весьма повысился, прямо скажем, за эти 9 месяцев, а наоборот очень даже понизился, но это вполне естественно, потому что, как говорят, муж любит жену красивую, сестру богатую, значит, то есть, жену любит красивую, сестру богатую, значит, дядюшку любит богатого, дядюшку Сэма любит, потому что он дядюшка богатый, пока Россия сильная, пока Россия то, пока Россия и сё, ее люди. Если начинаются сомнения в том, что она сильная, то, соответственно, прошла любовь завели помидоры. Многие говорят, что если Россия проиграет эту самую СВО, то ее авторитет обнулиться, и УДКБ развалится. Но это тоже не всегда так, понимаете. Американцы с грохотом проиграли Вьетнамскую войну. Ну и что? НАТО развалилось? Нет. Авторитет Америки рухнул? Нет. Но здесь есть одно но. Очень существенное. Безусловно, проигрыш во Вьетнамской войне не добавил авторитета Америки. Но кроме военного авторитета, в Америке было еще тысяча других авторитета под мягкой силой. И доллар, как, значит, единая валюта тогда, в 70-е годы, это вообще была универсальна, мировая валюта. И технологические возможности, и информационные. И, наконец, для Запада, для стран НАТО, Америка была, проиграла она войну, или не проиграла, была главным оплотом в противостоянии Советскому Союзу. Сейчас, конечно, положение России совершенно другое. Для стран, даже для стран СНГ, для стран ЛДКБ, Россия не свет в окошке. Ну, например, для Казахстана, очевидно, есть другие вектора. Это и Китай, и та же самая Турция, там, и так далее. Для Армении, да, для Армении, для Армении и для Лукашенко. Я подчеркиваю, не для Белоруссии, как страны, а именно лично для Лукашенко. Для них, конечно, Россия это единственная, так сказать, гарантия безопасности. Но, как видите, даже армяне чем-то недовольны. А остальные страны, ну, а что они? Они от России не зависят, и если положение России... Таджикистан еще там есть российская военная база. Таджикистан, естественно, боится маджахедов. И для них Россия защита от нападения из Афганистана. Это правда. Нападение исламских фундаменталистов. Это правда. И никто, кроме России, эту роль играть, по-видимому, не рвется. Никакой Китай защищать Таджикистан не будет. Это верно. Таджикистан, Киргизия. Но даже они могут начать разговаривать с Россией на другом, в другой тональности, на другом языке и так далее. Но это известное дело. Тех, кто показал слабость, а если это самое СВО не закончится успехом для России, то, конечно, это слабость. Естественно, со слабыми все разговаривают как со слабыми. Ну, для меня, например, как для гражданина России это не великое несчастье. Будет там ОДКБ, не будет ОДКБ. Мне от этого вообще ни тепло, ни холодно. Но для российской дипломатии, для российских, значит, для российского самосознания, ну, попросту говоря, государственного хвостовства, для них, конечно, неприятно это было бы. Но данный саммит, в общем, ничего особо радостного Россия не принес. Там были высказывания всякие интересные, но к саммиту не относящиеся, но знаменитая фраза Лукашенко, что Украина будет вообще уничтожена полностью. Он это сказал, насколько я понимаю, на саммите и Путин стоял рядом. И Путин вроде промолчал, ничего не сказал. Вот. Ну, во всяком случае, это было сказано на саммите. Вот. Что Украина будет уничтожена, и чтобы этого не произошло, украинцы должны остановиться. Что имел в виду Лукашенко? Он всегда говорит намеками, насказательно, как-то так очень вообще. Что значит остановиться? Прекратить военные действия, отступить или что-то еще? Это он, естественно, не уточнил. Многие ждут того, что Республика Беларусь как-то примет, а, так принимает участие в специальной военной операции, насколько мне известно. Опять же, ничего не берусь утверждать. Ну, ожидая, так скажем, активного участия Республики Беларусь в том, что называется специальная военная операция. Вот. Насколько вам кажется, это вероятный сценарий? Ну, я думаю, мы не выдадим военных тайм, которых мы, к счастью, не знаем. Это один из сценариев, которые гуляют в интернете. Хоть Путин и призывает интернету не верить, но мы и не верим, но просто перечисляем. Да, в интернете широко гуляет версия, что где-то после Нового года откроется второй белорусский, второй белорусский фронт против Украины и будет попытка со стороны России провести второй блицкрик. То есть, один удар, значит, перейти в контрнаступление из Донбасса, с юга, а второй удар на Киев... С востока только с Донбасса. С юга это Херсон, Запорожье. С востока. А второй удар на Киев с запада из Белоруссии. С севера, С севера, да, ну, с северо-запада, скажем так. Это версия, о которой постоянно пишут, никакого тут секрета нет, ее живо обсуждают. Ну, трудно сказать, будет это или не будет. Для этого, по-видимому, очень много условий должно сойтись, да. Вот, значит, вот Путин сегодня на вопрос какой-то женщины на этой своей встрече, что она вот боится, что будут призывать, он как-то ответил, ну, хватит уже. Вот, но это толковать можно весьма расплывчато. Он же не сказал, второй волны мобилизации не будет, как президент, я вам это гарантирую. Ничего похожего он не сказал, он очень неопределенно сказал, ну, хватит уже, ну, хватит, не хватит. Многие говорят, что вполне возможно эта вторая волна, это очень тоже живо обсуждается. Но если соберут второй кулак, то могут попытаться российская армия, может попытаться, значит, вторую попытку Блицкрига сделать. Вот, я человек не военный, какие шансы у России были бы, я не знаю, наверное, какие-то были бы, но, во всяком случае, мне кажется, что психологически для Путина это не самое удобное решение. Все-таки Путин сторонник того, чтобы оставлять какой-то запасной вариант. вы можете сказать, ну, а как тогда 24 февраля? Это был необратимый поступок. Уже никакого запасного варианта он себе не оставил. Да, это верно. Это действительно, конечно, так. Поэтому, собственно, многие не верили, что это будет. Я вот не верил, и другие не верили. Но он рассчитывал, он Путин, явно рассчитывал на повторение крымского варианта 2014. Просто в большем масштабе. Это не получилось. Вторая попытка крупного Блицкрига, но это очень рискованный шаг. Если она тоже не завершится успехом, то это может тяжело, очень тяжело сказаться на армии. Давайте спросим у наших слушателей, насколько им кажется вероятным повторение сценария 24 февраля еще раз. То есть, то, что в России называется «можем повторить». Можем ли повторить? И, собственно, давайте очертим временные рамки. Повторить имеется в виду повторить не результат, который заранее просчитать-то невозможно. Да. Повторить крупное наступление попытку Блицкригала действительно с двух сторон. С Востока и из Белоруссии. Открытие Белорусского фронта. Насколько оно вероятно? Вот так я бы сформулировал этот вопрос. Соответственно, вариантов ответа, как обычно, минимум, чтобы не распылять, так скажем, голоса. Да или нет? Опять же, речь идет о перспективе до весны, так скажем. Весной мы с вами этот итог подведем, потому что по версии, о которой месяца два или три назад, это должно быть после Нового года явно, не до Нового года. Во всяком случае, это вариант с военно-технической точки зрения не берусь просчитывать, но психологически мне кажется, это очень крупная ставка на одну карту. И я не уверен, что Путин готов к такой крупной ставке, тем более, что у него вполне может быть другой расчет, борьба на истощение. Борьба на истощение, значит, ну, собственно говоря, на это и работают вот эти бомбардировки, ракетные обстрелы. С одной стороны, моральное истощение жителей Украины, с другой стороны, расчет на то, что устанет им помогать, им Украине, устанет помогать, устанут помогать Соединенные Штаты и страны НАТО, и тогда ресурсы Украины подойдут естественным образом к концу, а ресурсы России, по-видимому, по мысли Путина, гораздо больше, и они к концу не подойдут. Ну, и вот тогда, как говорится, бери их тепленькими. Может быть, такой расчет, может быть, просто расчет на то, что это будет тянуться неопределенно долго, и за это неопределенно долгое время все может произойти в Европе, существует политическая позиция, она может быть недовольна, то есть, разные расчеты, но между вариантом поставить почти все на одну карту в попытке выиграть одним ударом и вариантом тянуть и тянуть, вот пилите швыру, пилите, по-моему, для Путина психологически комфортабельнее вариант пилите, пилите, но я столько раз ошибался в просчетах поведения Путина, что вполне, конечно, легко соглашусь, что я и на этот раз могу очень грубо ошибиться, во всяком случае, вот эти бомбардировки, ну, ракетный обстрел, о которых Песков сказал, что Украина легко может их прекратить, если она пойдет на наши условия, правда, не вполне понятно, какие условия, но, по-видимому, имеется в виду прекратить военные действия, зафиксировав ту линию фронта, которая сейчас проходит, вот, это Песков говорил, это и Лукашенко в более грубой форме сказал, но мне кажется, это расчет не совсем правильный, руководство Украины на это никогда не пойдет, кроме того, как я понимаю, население Украины, от того, что их, они остались без света, без электричества, это вызывает, по-видимому, большинства людей нежелание сложить лапки и, значит, пойти на все условия, наоборот, ожесточение, ну, и так далее, ожесточение в население, ожесточение в армии, в общем, это скорее сжимает пружину, чем растягивает ее, но и реакция Европы тоже неблагоприятная, европейцы рассматривают это, говорят, во всяком случае, вот так сказал Макрон, который довольно умеренных в отношении России взглядов, он сказал про военное преступление, папа римский, который постоянно призывает к миру, сравнил это дело не более не менее, это дело обстрелы ракетные, не более не менее, как с голодомором, и вообще европейская пропаганда, которая действительно, по-видимому, немножко устала от Украины, она под влиянием вот этих обстрелов опять, значит, возбудилась и говорит, что это военные преступления и всякая такая штука, вот, значит, Европарламент внес Россию в список стран спонсоров терроризма. Это вроде просто резолюция, просто болтовня, резолюции Европарламента, как известно, юридической силы не имеют, но написали и написали. но это дополнительно усиливает политическую изоляцию России, выталкивает ее во вполне определенное поле. Если вы так, вы, европейцы, так долго говорите про террор, про военные преступления и так далее, то вы потом, вы европейцы, потом не сможете в один момент изменить точку зрения. общества накачали. Таким образом, репутация России, которая за эти месяцы претерпела всем известные изменения, она продолжает меняться все в ту же сторону ухудшения обвинений в адрес России и так далее. Во что это конвертируется? Материально судить трудно. В поставке или оружия в отношении Украины. Вот сейчас, как известно, решается вопрос о потолке цен на русскую нефть. Около 60 долларов, хотя многие призывают вести потолок в 30 долларов. Но Россия противопозит... А? Это поляки. Не только поляки, Украина еще тоже. Но российская позиция Министерства энергетики и вице-премьера, по-моему, он вице-премьер Александр Новак, он говорил, что в случае введения хоть какого-либо потолка цен Россия не будет продавать ресурсы. Продавать-то сказать-то легко. Только ведь, как я понимаю, тут беда в чем? Что это ведь сообщающиеся сосуды? Ну, плохие, злые европейцы ввели в отвратительный, позорный потолок. Неважно, 60 долларов, 70 долларов, 50 долларов. Мы с ними торговать не будем, а куда мы ее денем? А мы ее будем продавать хорошим китайцам. Но, простите, тут возникает, действительно может возникнуть вариант сообщающихся сосудов. Китайцы знают, что в Европу Россия нефть продать дороже, чем за 50 или 60 долларов не может. Так почему, собственно, китайцы будут покупать дороже? Из каких таких соображений? Из филантропических, не говоря уже о том, что если Россия должна сбыть Китаю невероятное количество нефти, то, соответственно, цена упадет. Поэтому, это очень так, знаете, пропагандистски звучит как сильно. Вот, европейцы сволочи ввели эмбарго, по ним же ударят, опять наступили на грабли эти евроидиоты, мы им поставлять не будем, у них цена, значит, поэтому вырастет там до 150 долларов, а мы будем поставлять Китаю. Очень мило, но, во-первых, Китаю не нужно, наверное, так много, разве что для перепродажи той же самой Европе, только уже по другим ценам. А во-вторых, еще раз, ну а почему, собственно, Китай будет покупать по дорогой цене? Он знает, что кроме как по 70 России сбыть свой товар особенно некуда. Ну, он и будет покупать по такой же цене, я только не объявляю, что это там потолок, не занимаясь политическими какими-то, значит, декларациями, но по сути-то. Ну, так мне кажется, я человек по нефтяным делам неопытный, но по здравому смыслу это сообщающиеся сосуды, и Россия тут может крепко нарваться. Как, между прочим, нарвались и с газом. Ведь тоже все твердо говорили, сдохнут эти европейцы, мы попадем в газовый рай, а они просто сдохнут от холода. Ну, вот не сдохли, не сдохли и не собираются. И Шольц вот тут недавно заявил, что все удивляются, как быстро мы, европейцы, смогли приспособиться к отсутствию русского газа. Ну, наверное, он немножко выдает желаемое за действительное, но, в общем-то, приспособились, действительно. Ну, правда, повезло еще в том отношении, что зима относительно теплая в этом году. В общем, короче говоря, этот самый потолок, штука для России неприятная. Может, она для Европы неприятная, но для России это неприятно, потому что на крайняк та же самая русская нефть попадет в Европу только кружным путем, через Китай. Китай купит, а потом перепродаст. Да, в процессе перепродажи, конечно, она подорожает, если надо танкера гонять из Тихого океана, извините, в Атлантический, вместо того, чтобы по трубе. Ну, это как мои вольные фантазии. Наверное, специалисты посмеются, скажут, нет, это будет не так. Может, и не так, но... Вот, в общем, экономическое положение России от введения этого самого потолка очевидно станет хуже. Станет ли хуже экономическое положение Европы? Судить трудно. Наверное, лучше не станет точно. Но все-таки, учитывая размеры российской экономики и европейской экономики, мне кажется, что России это тяжелее придется, чем... Хорошо. Двигаемся дальше. На этой неделе событие, конечно, невеликое, но все-таки 22 ноября в районе Сокол на площади Фиделя Кастро на пересечении Новопесчаной и Второй Песчаной улиц открыли памятник одному из ключевых вождей Кубинской революции команданта Фиделю Кастро Рус, точнее, Фиделю Алекхандра Кастро Рус. На этой церемонии был президент Кубы Мигель Диас Канель, а также Владимир Путин. Я знаю, что этот памятник, как и этот скриер, находится неподалеку от вас. И вы, я так понимаю, поскольку вы большой, так сказать, ходок в хорошем смысле, вот, вы этот памятник уже успели оценить. Вот, пожалуйста, поделитесь вашими впечатлениями, потому что большинство наших слушателей подавляющее этот памятник еще не видели вживую. Да, моя земля крышу, и можно сказать, эту землю. Значит, смотрите, кто представляет Новопесчаную улицу. Новопесчаная улица, она идет перпендикулярно Ленинградскому проспекту, выходит чуть-чуть за метро Сокол. Ну, это такая московская топономика, не всем, наверное, интересна, не всем понятно. В общем, эта улица Новопесчаная, очень хорошая, красивая, улица, сталинские там дома, немцы строили после войны, невысокие дома. Этот район почему-то облюбовало международное коммунистическое движение. Там, значит, улица Вальтера Ульбрихта, причем в свое время чуть ли не Новопесчаную переименовали улицу Ульбрихта, если я не ошибаюсь. Там улица Сальвадора Альенда, улица Луиджи Лонга, улица Гергио Удежу, это вот была улица Гергио Удежу, теперь это вторая Песчаная улица. Почему именно там наваляли всех этих деятелей, понять я не могу. Ну, так как-то, чем уж особенно этот район притягателен для этого Коминтерна, не знаю. Ну, вот так повелось. Потом все эти улицы переименовали назад, нормальные русские названия, но Новопесчаная она состоит из двух полосок. Ну, то есть еще памятник Эрнсту Тельману. Памятник Тельману это просто вот мой грибочек такой домашний, вот я под ним, как говорится, вырос под этим памятником. Но я шучу, памятник Тельману открыли, когда я был уже вполне взрослым человеком, году эдак в 87-м. Открывал его, между прочим, твердокаменный большевик ЕБН. Тогда еще твердокаменный большевик. Твердокаменный Ельцин лично приехал открывать с таким задором коммунистическим. А это он как первый секретарь Московского горкома. Первый секретарь Московского горкома, настоящий коммунист, который чистил Москву от накипи, от этой буржуазной торгашеской рыночной отвратительной накипи возвращал нас к ленинским святым принципам. Значит, очень они друг к другу подходили. Значит, Эрнст и Борис. Эрнст стоит, сжав, значит, в руке свою партийную кепку. Не, не вверх, а он ее как-то, значит, ходить вверх или не вверх. Да, вверх, по-моему, вот черт забыл, по-моему, вверх. Ну, в общем, заводы вставайте, шеренги смыкайте, на битву шагайте, 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 проверьте прицел, заряжайте ружье, на бой пролетарий за дело свое, на бой пролетарий за дело свое. Ну, и далее, ты войдешь в наш единый рабочий фронт, потому что рабочий ты сам. Вот. Значит, Берлин, 32-й год, а навстречу, значит, выше знамена сомкните ряды, поступью чеканной идут штурмовики. Вот, значит, Хорст Вессель, и навстречу, значит, заводы вставайте. Да. Кстати, вождь штурмовиков очень низко ценил песню Хорст Вессель и называл его Таненбаум издевательски, то есть немецкая рождественская песенка, значит, о елочках, о елочках. Но вы никуда без товарища. Без башки штурмовиков, ему просто нравилась другая песня, лишь всадив евреев в горло. Не надо, пожалуйста, не надо, ты поймешь, что мир хорош. Мир хороший, ты снова скажешь, мир хороший. Ну, в общем, не важно. Короче говоря, значит, Эрнст Тельман, заводы, вставайте, навстречу Хорст Вессель, побоище, романтика, революционная романтика. Не уверен, что Борис Николаевич тонко разбирался в особенностях немецкого коммунистического движения, но он представлял настоящий коммунизм, очистительную волну против застоя, против бюрократии, против торгашей, спекулянтов. Это он у нас троцкист получается, ну ладно. Да, совершенно правильно. И великий русский экономист, совесть России, одна из многих совестей России, говорил Харитонович Попов, так и написал в своей статье, что это же троцкист, троцкист. Когда, значит, Ельцина выгнали из Горкома, ну, из Политбюро, то совесть России Попов и вторая совесть России Егор Яковлев, они, значит, стокнулись на площадке главной совести России московских новостей, и говорил Харитонович, там напечатал статью, это троцкист, это левый уклонист, это троцкист, троцкистские извращения. Очень мощно прозвучало, просто я помню, вот оно, чувство живого историзма, столь свойственное всем этим людям. Ну, ладно, мы от Арнстательма далековато уйдем, я там могу много про этот памятник рассказывать, вот, значит, неважно. Короче говоря, значит, вот наш международный район. Так вот, в середине Песчаной улицы, вот там такой, значит, ну, как сказать, вот когда между двумя полосами движения идет такая дорожка из травы, как она называется, я не знаю, на градостроительном языке, ну, такая, значит, полосочка уйдетная. Ну, разделительная полоса. Она не разделительная, потому что она довольно широкая, там трава, ну, типа газон такой, понимаете? Ну, представляю, да, я тоже небольшой вопрос. Ну, газончик и газончик. И вдруг выясняется, что никакой это не газончик, а, извините за выражение, площадь, причем имени команданта Фиделя. Как говорится, вот уж действительно коммунисты вперед. Оказывается, этот пятачок ничем не замечательный, не огороженный, не таблички, ничего. Пятачок и пятачок. Этот пятачок аж в 17-м году, в 2017-м году московская мэрия назвала площадь Фиделя Кастро. Ну, Фидель помер к этому времени, и вот в его честь никто об этом не знал. По крайней мере, ни один житель района Сокол, с которым я беседовал, понятия не знал. Не, ну, если бы в районе Сокол жил бы Рауль Кастро, вот он бы знал. Выгнанный из Кубы. Но он, по-моему, живет на Кубе, если я не ошибаюсь. Если он жив еще, я не знаю, кто жив, он не жив. В общем, короче говоря, вот на эту площадь перетащили, значит, сильно уменьшенный памятник Калашникову. Приклеили ему бороду за это. Размеры уменьшили, а бороду наклеили. И получился такой Калашников с бородой, но без автомата. Представляете, картинка. Автомат отняли, бороду пришпандорили, и еще между пальцами засунули какую-то совершенно непристойную штуку, которая, естественно, у всех русских людей вызывает одну единственную ассоциацию, но называется она почему-то сигара. Ну, сигара так сигара. Это кому что нравится. Нет, это же хорошо. Понимаете, я думаю, что очень много памятников Владимиру Ильичу, с них можно кепку снять и переделать их в памятники Владимиру Владимировичу. Без Владимира Вольфовича даже. Владимиру Вольфовичу там нужно помассивнее памятники. Там памятники, не знаю, вот много ли памятников Ивану Андреевичу Крылову? Вот если с Ивана Крылова сбрить бакенбарды и куда ему сделать попышнее, вот, пожалуйста, Жириновский. Ленинов, Путина, кого еще? Помните? Если сбрить усы вылитой, ты зачем чудик усы сбрил? Вылитый, вылитый Вовка Крынкин или как его там звали? Ну, естественно, это я бессмертную бриллиантовую руку цитирую. Вот, если, значит, Калашникову переплавить автомат на бороду и пришлепнуть эту бороду и между пальцами зачем-то засунуть, ну, назовем ее сигарой, допустим, ну, и в размерах, конечно, его уменьшить. Беретку еще на голову надо надеть. Лысины, а разве, разве Калашников был лысый? Нет, Калашников лысый не был, но просто Фидель Кастро в беретке. А, ну да, да, ну это само-само. Кстати, смотрите, вот это абсолютно идея сберегающих технологий. Снимаем кепки с Владимира Ильича и превращаем их в беретки для Фиделя Кастро, а Владимира Ильича превращаем во Владимира Владимировича. Таким образом, мы ничего лишнего не потратили, а у нас уже два новых памятника. Рацуха, Рацуха, безусловно. Это вот ноу-хау, нанотехнологии ноу-хау. Надо бы спросить у Чубайса, но где он нынче? Миссюсь, где ты? Где сейчас? В каких вообще Палестинах? Я не намекаю на Израиль. Прибывает Анатолий Борисович и его очаровательная супруга. Кстати, памятников Пушкину вагон и маленькая тележка. Можно их всех превратить в памятники Анатолию Борисовичу. Да. Что-то общее есть, несомненно. Нечто общее присутствует. Вот, значит, ну да, например, и внизу написать. Его я просто полюбил. Он бодро, честно правит нами. Россию вдруг он воскресил войной, заботами, трудами. Спецоперации. А, Б, Чубайс. Спецоперации, заботами, трудами. И Роскомнадзор настаивает на том, что Александр Сергеевич Пушкин не прав, и данная специальная военная операция не является войной, нападением или вторжением. Ну, поэт, понимаете, поэту взятки гладкие. Его когда несет, размер его уносят, черт тебе знает куда. Ну, нафига туда, значит, приехал Путин, в общем, загадка некоторая, но нафига к нам приехал кубинский этот самый деятель. Он тут проторчал один день, как я понимаю. Никакого каменюки, кроме памятника Фиделю, нет. Развернулся и уехал. Вообще история Кубы после Фиделя, она, конечно, очень интересная, потому что многие говорили, что вся эта кубинская байда коммунистическая, она держится исключительно на мощных плечах команданта. Ну, вот команданта уже, бог знает, сколько лет, как нет в живых, а от власти он ушел вообще фиг знает когда. И, как видите, Куба остается, значит... Остается гнить, да, на прежнем месте. Да, остается, значит, к светлому будущему. Причем, надо сказать, что, по-видимому, адепты рыночной экономики, которые верят в ее спасительность и в ее святость, они, по-видимому, мягко говоря, заблуждаются, потому что в Латинской Америке есть много стран вполне себе рыночных. Рыночный Гондурас, рыночный Сальвадор, рыночная Гаити. И я бы не сказал, что все прелести рыночной экономики там очень заметно, и что эти страны живут намного лучше, чем гниющий кубинский остров свободы. Тем более, что денег-то Кубе сейчас, как я понимаю, никто не дает, Россия во всяком случае. Это сложный вопрос. Понимаете, товарищ, он же товарищ, Мигель Марио Диас Канель Бермудас, у него, знаете, такое выражение лица, как будто он вот-вот начнет перестройку гласность ускорения. Вот. Может, он как бы скоро и начнет, но пока что... Ну, от него веет новым мышлением в ядерную эпоху. Понимаете, вообще это все довольно странно. Значит, памятник великому революционеру, последнему великому революционеру-коммунисту открыл, простите, кто? Владимир Владимирович. Главный анти-коммунист, консерватор, хранитель традиционных ценностей. Это какие-то традиционные ценности, кроме сигар, разделял команданту Фидель, хотел бы я знать. Хоть одну традиционную ценность, я бы посмотрел. У меня даже такое есть страшное подозрение. Патрия Ор Муэрте. Вот это. Ну да, Родина или смерть, но понимаете, в чем дело? Подродиной команданта мог понимать вообще самые разные вещи. В общем, командант был, несомненно, или, по крайней мере, очень хотел быть, последним великим революционным романтиком. То есть, нечто диаметрально противоположное Владимиру Владимировичу, взаимоисключающее. Но это почти так же странно, как если бы Владимир Владимирович открыл памятник Владимиру Ильичу. Почти из той же самой серии. А учитывая мою логику, это почти памятник себе открыть, только кепку сними. Ну да, вот разве что имея в виду последующие метаморфозы команданта. Другое дело, что вполне логично, там присутствие последнего большевика наших дней, Геннадия Андреевича, твердокаменного коммуниста. я с изумлением обнаружил фотки, на которых стоит Геннадий Андреевич в окружении каких-то юношей и, значит, отроковиц в пионерских галстуках. И перед ними витийствуют какие-то, видимо, речи. Может, он по-испански даже? Откуда у хлопца испанская грусть? Может, он с ними по-испански разговаривал? Не знаю. Ну, он, видимо, просто заучил речи Долореса Барури и кричал лучше умереть стоя, чем жить на коленях. В этом деле Геннадий Андреевич большой специалист. Что правда, то правда. На коленях он давно не живет. Вот. Ну, как уж он умирает, я не знаю. В Думе он умирает постоянно. Он живет, вставая с колен как бы вместе. Он постоянно в процессе, да. Постоянно в процессе. В общем, я так понял, что на самом деле зачем сюда приперся кубинский товарищ? Непонятно. За деньгами? Ну, вряд ли мы ему сейчас отсыпем. Как-то откуда их взять-то? Вот. Но в каком-то смысле, поскольку я думаю, что трудно найти политика более чуждого Владимира Владимировича чем значит команданта, даже рискну предположить, что ему какой-нибудь Пиночет, а уж Перрон так точно. Перрон вот это намного более близкая ему фигура. Ну, Пиночет не знаю, это крутовато выйдет, но во всем случае команданта явно не его роман. Нет, ну, как сказать, Перрон, ну да, они же вообще большие заединщики были с Кристиной Киршнер, как бы, которая уж практически Перрон сегодня. Перониха, да, Перониха. Так вот, значит, ну в каком смысле это памятник все-таки Мармеладову, понимаете? Вот. Как известно, Мармеладов не был командантом, и пламенных речей не произносил, но он говорил другое. Ну, надобно же куда-то пойти. Как он там, он Раскольников говорит, вам случалось просить денег безнадежно. То есть, как безнадежно? А вот так, заранее знаете, что ничего не дадут. А зачем? А за тем, что надобно же куда-нибудь пойти. Потому что наступает такой момент, что каждому человеку надо куда-нибудь пойти. Вот мне кажется, эти мармеладовские комплексы, они сегодня для российской элиты, как говорится, не чужие. Потому что времена наступили скучные. Скучные наступили времена. Не только что с макрошками, но и с индусами особо не, и с казахами как-то не очень. Поэтому дареного команданта в зубы не смотрят. Тут уже был бы президент. Ну, вот так мне кажется. В общем, в любом случае, это некоторые украшения микрорайона Сокол. Находится этот памятник неподалеку от кинотеатра, от бывшего кинотеатра Ленинград. Напротив него известный сквер, в котором общество память сделало, пожалуй, единственную полезную в своей жизни вещь, поставило фиговую тучу памятников героям Первой мировой войны. Вот. И этот сквер, он, так сказать, считается сквер Первой мировой войны. Вот, собственно говоря, такое вот было ЧП районного масштаба, как говорил великий русский писатель Поляков. ЧП районного масштаба. Ну, вот, я спрашивал там у меня знакомые, говорю, а вы хлебнули? Они говорят, в смысле? Я говорю, ну, наверное, на весь день перекрыли, там, из домов не выйдешь. Нет, говорят, где-то два часа до открытия и полчаса после так все свободно. Да, выходим из дома, что-то не понимаем, что за там какие-то физкультурники в сквере собрались. А, Зюганов, Путин и кубинские товарищи, вот, какой-то у них, так сказать, пикник в конце ноября месяца в парке. Я не уверен, что Геннадий Андреевич допустили до кубинского товарища, совершенно не факт, кстати, он мог приехать уже к шапочному разбору и витействовать перед своими пионерами. слушайте, чтобы коммунист коммуниста не обнял и не поцеловал, так не бывает. Ну, может, он обнял и поцеловал команданта, я же не знаю. С памятником поцеловался? Ну, да, постамент-то невысокий, подставили ему лесенку, он взобрался, обнял. Ну, я думаю, Геннадий Андреевич он нашел с кем целоваться. Ну, это да. Не, ну, были там отраковицы в таких пионерских этих, ну, как сказать, галстуках. Ну, да, пионерских. Ну, вы вспомнили, наверное, себя пионером. Я галстук не носил, пионером был. Что было? Там самольцы были? А как же, был. Но значок тоже не носил. Не носили, вот последний этап моего политического развития это комсомол. В комсомол я вступил аккурат перед, значит, окончанием школы. Вот это было такое. Что было, то было. В общем, двигаемся дальше. Всегда готов. Хорошо. На этой неделе было еще одно судебное заседание по делу о фейках про российские вооруженные силы, которое было возбуждено в отношении политика Ильи Яшина. По итогам этого слушания арест продлили до 10 мая 2023 года. Я, если честно, не понял, какой там был скандал в процессе этого судебного заседания, но было, так сказать, горячо, насколько я понимаю. Илье Валерьевичу Яшину грозит до 10 лет, насколько я понимаю. И в связи с этим вот возникает такой вопрос. Яшин это Навальный сегодня. То есть, в том смысле, что он сел в тюрьму и выйдет он только в одном единственном случае, когда, в общем, есть Путин, есть Навальный и Яшин в тюрьме. Нет Путина, Навальный и Яшин не в тюрьме. Вот эта логика, она справедлива по отношению к Илье Валерьевичу Яшину? Ну, в общем, да. Я так скажу, значит, комментировать это дело нам запрещено и не будем. Но личное отношение, надеюсь, не является преступлением. По-моему, это еще не нападение на российскую армию. Вот мы говорили о личном примере. Вот и Яшин, и Навальный, но прежде всего сейчас речь это о Яшине. Это пример личного примера. Человек Яшин, который за базар ответил полностью на сто процентов. У него было интервью, он был за границей, и распрекрасно мог там остаться. и в лице в дружной ряды преобразователей России во главе с Каспаровым, Ильей Пономаревым и прочим, и которые недавно провели тусовку в Варшаве. Свою там Сухаревскую конвенцию. Дути его спросил во время этого интервью, зачем ты возвращаешься в Россию? Тебя там посадят. На что Яшин ему ответил, что да, посадят, но я возвращаюсь, потому что это моя обязанность как политика. Ну уж я не знаю, обязанность это или не обязанность, но это случай, когда человек показывает тот самый личный пример, о котором говорил Путин. Пример личного без страшия. Правильно? Правильно. Самый злейший враг Яшина ничего на это возразить не может. Примеры личного без страшия могут показывать люди разных политических углеводов. Полнейший антагонист Яшина господин Стрелков добровольно отправился на эту самую СВО стрелять, убивать, рисковать, воевать. Ответил за базар? Ответил за базар. Да, я думаю, что Стрелков на фронте рискует намного меньше, чем Яшин в тюрьме. Но это дело такое, меньше, больше. Нет, это спорный вопрос, конечно, и тот, и другой поступок, если они в полной мере соответствуют действительности, так как мы это воспринимаем, то это, конечно, смелые и храбрые поступки. В случае господина Стрелкова, это еще и смелый поступок с какой точки зрения, что понятно же, что он символическая цель для противника. Да, и это тоже. Но все-таки шансов, значит, мы не знаем точные цифры потерь, они не публикуются, но, тем не менее, шансов погибнуть на фронте, как я понимаю, не так много, а вот шансы, что Яшин получит 10 лет, заметьте, что 10 лет в России, чтобы получить, это, конечно, никакое не убийство. За убийство человек имеет 5 лет. 10 лет это, ну, не знаю, маньяк, маньяк-убийца, или террорист, ну, это практически максимальный срок. Я не знаю, 25 лет в России есть, пожизненное. Есть в России и 25 лет, и 20, и 15, и 10. Да. Самый крайняк это пожизненное. Ну, пожизненное, но, понимаете, опять-таки, Яшин нормальный человек и прекрасно знает, что 10 лет это всего лишь цифра, что будут наматывать, и наматывать, и наматывать практически речь идет, о пожизненном заключении. То есть, пока Путин власти, пока Путин жив политически, Яшин в тюрьме. На что он рассчитывает? На скорый или уход Путина от власти? Еще на что ли? Это другой вопрос. Но получил он, де-факто, пошел он добровольно, де-факто, на пожизненный срок. Вот это факт. Это факт. Теперь, если при этом кто-то скажет, что ну это условия политической карьеры, кто значит не рискует, тот не пьет шампанское, я с этим не соглашусь. Я с этим готов был бы еще согласиться в случае Навального, но не в случае Яшина. Почему? В чем разница? Очень просто. У Навального есть организация. Он, так сказать, вождь организации. Соответственно, есть шанс, хотя бы теоретически, но если не стать президентом, то по крайней мере побороться за это высокое звание. у Яшина организации нет. Это первое. Второе. Я прошу меня простить за наивность, ну старикам наивность простить на старой, что малой. Яшин мне кажется честным парнем. Хорошим, честным парнем. Таких не берут в президенты. Вы уж меня извините, таких в большую политическую карьеру не берут. Не вашему носу рябину клевать. Оппозиционер, моральный там, значит, авторитет и так далее. Это пожалуйста. Но большой политический лидер извиняйте. Ну, скажем так, как любят выражаться Путин, после Ганди поговорить не с кем. Я не сравниваю Яшина с Ганди или там с Линкольном. Естественно, это фигуры другого масштаба. Они много больше наговорили и много больше сделали. Но это общее что интересное, что это были люди по-видимому, насколько мы можем на дистанции судить, достаточно моральные. Вместе с тем, Ганди не возглавлял государство, но имел для этого все возможности. Но больше я, пожалуй, людей, обладающих простой человеческой моралью и возглавлявшего государство, не назову. Но кто-то еще скажет про Гавила, допустим. Про Вацлава Гавила. Ну, да, Гавил был, в общем, считался, действительно, он политиком не был, он был диссидентом, он считался такой высоко аморальной личностью. Ну, не настолько. Ну, а Нельсон Манделла, например. Ну, это я не рис... Во-первых, плохо скажешь, что Манделле тебя забанят сразу. Ну, он все-таки те принципы, которые он отстаивал, они, так скажем, во всяком случае, чисто политические, безупречные, идеальные. С моей точки зрения, любого человека, против чего он был. Он был против расизма, против политики апартеида и так далее. Но он, говорят, был немножко террористом, только на минуту. Нет, ну, это вопрос уже оценок осуждений. Дело в том, что те принципы, за которые он боролся, во всяком случае, сомнений не вызывают. Тем более, что... Принципы у всех хорошие. Что человек 27 лет в тюрьме отсидел. Нет, принципы, кроме, если ты не очевидный, нацист, каннибал, так сказать, из идейных соображений, то принципы у всех хороших. Или Мартин, Лютер, Кинг, пожалуйста. А Кинг все-таки политиком именно, вот в этом все и дело, я к тому и говорю, это другая, немножко другая пара манжет. Кинг не баллотировался в президенты, не только в президенты, он вообще легитимным политиком не был, ни сенатором, ни конгрессменом. Большой моральный лидер все-таки. Вот, это да, это пожалуйста, это пожалуйста. То есть, мне кажется, я почему о Яшине заговорил, не будем же мы сейчас углубляться в биографии Кинга, Манделлы, там, Гавила и прочих товарищей. Разные люди, разные биографии. Я просто хочу сказать, что, по-моему, на политика, в России, тем более, Яшин не похож. Многие рассмеются, и скажут, что я совсем с ума спятил, сравниваю его там с Кингом, с, значит, Линкольном, давайте с Иисусом Христом сравним и кончим на этом передаче. На мой взгляд, нет. В конце концов, ну, понимаете, не убоги горшки обжигают. И учитывая то, что политики современные вообще, в принципе, очень сильно поизмельчали, ну, почему нет, как бы, все-таки, с поправкой на свое время, разумеется. Да, я не сравниваю его, естественно, ни с Линкольном, ни, потому что поправка на время, это тоже такое понятие относительное. Вот человек докторскую диссертацию защитил, и скажет, ну, а что, чем я не Ньютон? Время другое. Нынче законы всемирного тяготения не открывают, а я вот доктор физмат-наук. В общем, время временем, поправки поправками, моральные авторитеты в России сейчас, как мне кажется, это не носят. Вот я в современной России ни одного морального авторитета, даже близко, близко похожее что-то на моральный авторитет не вижу нигде, ни в какой среде, ни в какой среде. А вот то, что называется честный человек, человек склонный отвечать за базар, храбрый человек, последовательный человек, бескорыстный человек, это в России есть. Вот к Яшину я бы все это отнес в полном объеме, не выводя его ни в моральные авторитеты, ни в большие политики, но вот эти человеческие качества, крайне редкие всегда и везде, и особенно редкие в наше время, я бы ему отдал, пока никаких опровержений этим качеством я не вижу. Я его сравнивал не с Кингом и не значит с Линкольном, а всего-навсего со Стрелковым. В чем разница? Разница в том, что идеи господина Стрелкова кажутся мне не только безумными с рациональной точки зрения, но вполне человеконенавистническими. Носители человеконенавистнических идей бывают и нередко людьми физически храбрыми. Не будем опять трепать эти славные имена, они у всех всем известны нашим слушателям. Такие люди бывают физически храбрыми. Но от этого никакой эмпатии я к таким людям не испытываю. Храбрые они или трусливые, отвечают они за базар или не отвечают. Надо быть справедливым и констатировать, что да, за базар могут отвечать, да, люди физически храбрые, все при них, но от этого идеи Яшина самые простые, самые человеческие, самые человечные, абсолютно ничего странного, завирального, безумного, агрессивного я в этих идеях не вижу. Поэтому такой человек вызывает у меня несомненно эмпатию. Ту степень эмпатии, на какую я вообще способен, человек мало склонный к эмпатии, но тем не менее, ту степень эмпатии, на какую я способен, он у меня вызывает, в отличие от многих своих коллег по оппозиции. Тоже, может быть, людей неплохих, но и за базар не отвечающих, и склонных к пустомельству слишком большому, и к демагогии, и так далее, и так далее. Один короткий вопрос. Вот старшим товарищем, близким другом Ильи Яшина был Борис Ефимович Немцов. И в каком-то смысле Яшин себя, наверное, как-то ассоциирует с Немцовым. Во всяком случае, близкий ему человек, подито того, что он много раз говорил, что это лично его друг, и Немцов в принципе считал его близким другом. Неужели Борис Ефимович у вас не вызывал подобных чувств? Ну, как вам сказать, Немцов, с моей точки зрения, далековато ушли. Буквально в поеделах минуты, коротко. Немцов был человек человечный, непосредственный, для политика это очень много, безуслов. он был человек нехитрый, что для политика тоже много, не факт, что хорошо, в смысле эффективно, но вот обаятельный, и это не отнимешь, и не только обаятельный для женщин, все знают, что Немцов был, как называют, сердечная отмычка, но вообще обаятельный, и для мужчин обаятельный, грубоватый, да, иногда довольно плоско там шутил, но это, как говорится, мелочи жизни, да, плейбой очень склонный получать от жизни все удовольствия сразу, что тоже, в общем, говорит о том, что это человек, просто человечный. Вот, в человеческом плане из крупных российских деятелей Немцов, конечно, выглядел лучше всех, человечнее всех, нормальнее всех, но я не могу объяснить, почему, это или долго надо думать, крутить, вертеть, но вот интуитивно, интуитивно, Яшин мне симпатичнее, не могу вам сказать, почему, это можно долго разбирать, и там, а потом, ну что, ну вот, как говорил Никита Михалков, один любит арбуз, а другой свиной хрящик, фильм жестокий романс, да, ну вот мне, значит, вот так, кому-то, наверное, по-другому, много было людей, которые вызывали уважение, вообще довольно много, так сказать, большое уважение вызывал Валера Абрамкин, уважение вызывал Ковалев, человек очень сложный и вообще непростой, мягко говоря, вот, и неудобный, но вот уважение вызывал, уважение и симпатию, и симпатию вызывает Лев Пономарев, у меня, так, вот, но вот это дело субъективное, Яшин, он еще ко всему прочему мне чем нравится, ну, собственно, и Немцов тоже в этом плане был, он то, что называется простой парень, на пьедестале не стоит, вот, вообще, хороших людей, как Максим Горький-то говорил, хорошие люди редки, как фальшовые монеты, но это не совсем так, вот я, Володя Карамурза, я его мало знаю, но, по-моему, он человек хороший, Володя Рыжков, тоже, мне кажется, человек нормальный, приятный, что касается Немцова, вот последнее, что я хочу сказать, я вдруг подумал, что я несправедлив, дело в том, что такие черты, которые мне не нравились, это скорее мальчишеско-понтярские такие черты, которые он сам назвал, у него же книжка называлась «Провинциал», вот это в нем было, но с годами с него это стало слезать, и как раз очень обидно, что Немцова убили именно в то время, когда он, как говорится, помудрел, начал мудреть, вот возраст, он же обнажает, наносное слезает, каркас, если он есть, вылезает, вот Немцов последние годы жизни, я не помню, сколько ему было, он убил, это его, он был человек молодой, лет 50, примерно, но он начал входить в возраст зрелости, мудрости, как хотите, назовите, и вот это вот такая суетливость, такая, значит, ну, политическая мельтешня, это от него стало отходить, а основа у него была здоровая, хорошая, и как бы его не убили, то я думаю, что он действительно мог вырасти во вполне так, то есть не мог вырасти, а вырос, он и был во вполне мудрого и хорошего политика, это большая редкость, конечно, исключительная редкость, но человеческая основа у него была без гнили, без гнили, в отличие от почти всех политиков, как либеральных, но и тем более профессиональных патриотов, которые просто все гнилые, как на подбор, ну и либеральные политики гнилые, Явлинский там допустим, Чубай, вот, а он был, нет, он был человек в основе без гнили, и, конечно, его, как говорится, подбили на взлете, уж не ребенок, и возраст такой, но в наше время 50 лет это не возраст, вот, так что вот Немцов он только начал себя в полном, в полной степени реализовывать, вот, а у Яшина и амбиция меньше, адекватная, по-моему, амбиция, и человеческие качества, насколько я могу судить, хорошие, не тронутые, ни ржой там, ничем, поэтому, ну, что можно сказать, пожелать твердость и духа, и, как говорят в этих случаях, отстоять срок на одной ноге. Да, я, естественно, полностью присоединяюсь к вашим пожеланиям, у нас на сегодня финальная новость, это, эта неделя прошла еще и под лозунгом Владимира Путина искусственный интеллект во все сферы жизни, прошла конференция по искусственному интеллекту, в частности, который самый яркий ее момент был, это демонстрация дипфейка, дипфейк, я объясню нашим слушателям, может не все знают, это полностью созданная искусственная как бы трансляция видео с участием человека, вообще видео, то есть, допустим, какое-то место, его в природе не существует, но оно выглядит полностью реально, то же самое можно сделать с человеком, вот допустим, Леонид Александрович выступает, можно сделать дипфейк с него, то есть, то выступление, оно будет его голосом абсолютно идентично, его внешностью, одна маленькая деталь, такого не было никогда в жизни, в реальности, это полностью искусственное видео, и вот на этом дипфейке канцлер Германии Оуф Шольц по-немецки цитирует Данила Багрова, вот эту цитату, вот скажи мне, американец, в чем сила, разве в деньгах, вот и брат говорит, что в деньгах, и так далее, то есть, вот был продемонстрирован дипфейк, я задам вопрос, естественно, не по искусственному интеллекту, но такой короткий, зачем Владимир Путин выбрал эту тему, почему он решил, так скажем, ее раскручивать, потому что по мне Владимир Путин настолько живой интеллект, что ему никакой искусственный это и не нужен. Ну, не знаю, в чем искусственный интеллект, в том, чтобы повторять банальности Данила Невского. Данила Багрова, героя Сергея. Да, Данила Багрова, Данила Невский, это просто Александр Невский, перенесенный в 21 век, да, вот, кто к нам с мечом придет от меча и погибнет, там, не в силе Бога, в правде, но Николай Черкасов слегка переделанной значки. Ну, интеллект в том, чтобы эти все откровения зачем-то говорить по-немецки, или интеллект в том, чтобы выдумывать что-то новенькое, ну, вот, наш интеллект в том, чтобы троллить в виртуальном пространстве неизвестно кого, неизвестно зачем, такой уж у нас интеллект. Почему Путин заговорил про искусственный интеллект, ну, потому что, о чем еще ему говорить, я сколько себя помню, со времен Брежнева, все вожди на всех съездах, Брежнев, Андропов, Черненко не успел, Горбачев, Ельцин, Путин, все повторяют одно и то же, вот уж действительно легче, 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 сделать эту штуковину, о которой вы только что говорили, и вкладывать ее последовательно, вот, речи Брежнева можно вложить Путину, а речи Путина можно вложить Брежневу. Какие это речи? Одни и те же. Научно-техническая революция, необходимость переходить от сырьевой экономики, от добычи полезных ископаемых к высокотехнологичной, к развитию значит, новейших отраслей, и даже содержание этих отраслей примерно одно и то же. Вечная, значит, компьютерная, ну, при советской власти там говорили супер электронно-вычислительная техника, компьютерные, значит, дела, естественно, управляемый термояд, генная инженерия, вот, 50 лет, да, ну, и, конечно, 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 Вечное одно и то же, что мы самые умные в мире, так же, как мы самые духовные, не зря же Баргав говорит, в чем сила? По-твоему, во внедрении? Нет. Сила в креативе? Дурак ты. Внедрять это ваша пиндосовская мелочь. А у нас креатив, вам козлам не додуматься. Мы самые креативные, но да, мы широкие, Россия щедрая душа, мы выдумываем все, а потом наши гениальные идеи, всякие там западные, значит, внедряют, и мы же потом покупаем за бешеные деньги. Это мы слышали от Леонида Ильича, от Юрия Владимировича, от Михаила Сергеевича, естественно, от Владимира Владимировича, от Бориса Николаевича. Все мы выдумали. Теорию всемирного тяготения, например, с теорией относительности. А они потом вот как-то это, значит, практически, они же мелкие у мокта у них, мелкие, но практичные, мелкие, но практичные, потом они же нам продают. И на самом деле даже нельзя сказать, что это полное вранье, это, конечно, вранье, и бред, и хвостовство нелепое, но отчасти, это отчасти и правда, действительно, в России теоретическая наука, уж какая есть, не самая сильная в мире, но достаточно сильная, она более развита, чем прикладная, и действительно с внедрением совсем швах. Нет, Леонид Александрович, вот давайте тут немножко не делать поспешных выводов. Есть такой принцип, называется уровень внедрения отсталых стран, ну, во всяком случае я так это называю. Отсталые страны гораздо легче внедряют новое, ну, просто посчитайте, там, допустим, в лучшие времена средний возраст какой-нибудь техники, которая функционирует в России, и средний возраст техники, которая функционирует в Германии. И вы удивитесь, но в России отчасти гораздо больше. Мы покупаем готовое, все-таки не внедрение. Внедрение имеется в виду от того, как придумал, до того, как произвел. А, нет, это все-таки не внедрение, это все-таки разработка. Разработка. Внедрение это как раз-таки разработок Мы никуда не годимся, а что-то выдумывать нет, это в России могут отнюдь не в тех объемах и не того качества, как это принято хвастаться, что мы где самые-самые, не самые, но что-то могли, теперь уж нет, потому что мозги-то утекают, на то они и мозги. Вот, в общем, короче говоря, сейчас я вам дам, уйду, потому что я в этом нифига не понимаю и буду только слушать. Просто раз вы спросили, я скажу очень коротко. Значит, это банальнейшая песня, которую поют, вот действительно, я внедрял при Александре II Освободителе, я внедрял при Александре III Миротворца, я внедрял при Николае II Кровавом, при Непе я внедрял, о как я внедрял при Непе. А внедрять-то нечего, да? Вот с внедрениями у нас идет плохо, ну, очень плохо, что при Миротворце, что при Кровавом, что при Непе. Но говорили об этом все время, с утра до вечера об этом всегда говорили и говорят. Я последнее, что хочу сказать, что я поинтересовался, значит, это как-то еще было все связано со Сколково. Вошел на сайт Сколково. Значит, Сколково это не фирма, а инновационный центр. Там много фирм, там 3000 каких-то фирм маленьких. Значит, объем продаж всех фирм, входящих в инновационный центр Сколково за 2021 год. Это, значит, 240 миллиардов рублей. Учитывая курс рубля в 2021 году, это где-то 3 с копейками, 3 с половиной миллиарда долларов. Ну, для американских, европейских, черт с ними, с американскими, пропадя, не пропаду. Для европейского хай-тека, там, немецкого, французского, это, ну, на порядок меньше. А для американского это раз в 50-60 меньше, чем, допустим, если соединить среднего масштаба, но много, значит, стартапов. А если взять крупные российские, ну, вот Яндекс, допустим, и сравнить с очевидным аналогом, допустим, с Альфабет, бывшим Гуглом, то разница на два порядка. Альфабет и есть главная центральная материнская компания. Разница по продажам, по выручке, по выручке, на два порядка, в сто раз. Ну, ладно, опять-таки, черт с ней с Америкой. Но если взять европейские аналоги, ну, разница там в 10 раз. То есть, нельзя сказать, что у нас вот совсем ничего нет, шаром покати там и так далее. Нет, конечно, но уровень для великой по населению просто, самый большой по населению европейской страны, уровень постыдный. Откровенно, никчемный, постыдный уровень. Вот то очевидное, что... И последняя цифра, которую я тоже когда-то интересовался этим делом. Значит, в мировом экспорте высокотехнологичной продукции доля России – это какие-то десятые доли процента. 0,3%, 0,5%. При том, что доля России в мировом ВВП в 10 раз больше. Где-то 2%, 3%, ну, там по-разному считают. А доля в мировом высокотехнологичном экспорте – 0,3%, 0,5%. Ну, то есть, полный провал. Намного, кстати, больше провал, чем во времена Советского Союза, когда всё-таки наукоёмкая продукция, вопреки всем разговорам диссидентов и советских интеллигентов, наукоёмкая продукция производилась. В основном, конечно, военная, но, тем не менее, производилась. Вот, собственно говоря. Да, это, например, в десятки раз меньше, чем высокотехнологичный экспорт Польши. У Польши там цифра в десятки раз выше, чем у России. Что уговорить? То есть, мы даже в этом плане не маленькая европейская страна. Даже, по-моему, у Венгрии, по-моему, выше. Вот, с Румынией. Ну, это я не уверен. Но у Польши точно выше, при том выше почти там на порядок. Насчёт искусных... Я думаю, что, говорить, плохое насчёт того, как у нас обстоит с этим дела, это большой туризм. В конце концов, я не постоянный гость радиостанции «Эхо Москвы», который сейчас живой гвоздь. Поэтому я попробую сказать кое-что хорошее, на самом деле. Потому что я с этим просто сталкивался. Я работал в некоторых крупных российских компаниях, работал айтишником, и примерно себе представляю, что это такое. Хотя, непосредственно, с нейросетями я не работал. Ну, тоже есть представление. Что такое перцептрон, я знаю. Предмет такой был у меня в университете. Привет, двойка. Вот эта школа Сколково, о которой вы говорите, Сколтех, это то, что вызывает смешанные чувства. Да, с одной стороны, там масса проектов, которые можно просто на них бить штамп нанотехнологии и отправлять к Анатолию Борисовичу, как бы. С другой стороны, было очень много хороших профессоров Сколтеха. Я вот, как человек немножко интересующийся, вот, например, очень внимательно следил за семинаром «Байесовские методы машинного обучения». Этот семинар вёл один из ведущих аналитиков Яндекса. Это один из руководителей, я так понимаю, Школы анализа данных Яндекса, Дмитрий Ветров. Вот, вот это, он профессор МГУ, естественно, профессор Вышки там. И тогда, кстати, человек интересуется историей, у него даже были исторические недели, где математики читали лекции по истории, что, кстати, очень хорошо показывает вообще, как математики умны и логичны в вопросах истории, в том смысле, что то, как они ляпают, это, конечно... Да, понятно. Но, тем не менее, даже это было интересно. И вот эти Байесовские методы машинного обучения, это было, ну, это всё-таки круто, это похоже на науку в большой степени. В России действительно, может быть, не так плохо стоят дела с анализом данных. Вот, то есть это одно из, так скажем, направлений, поскольку нейросеть строится там на алгоритмах машинного обучения, там и так далее. То есть, не вникая в детали. В общем, с анализом данных у нас неплохо. Почему у нас неплохо? Очень простой ответ, потому что у нас есть Яндекс. Или был в какой-то степени Яндекс. Сейчас Яндекс очень сильно меняется. У меня вот лежат на почётном месте два письма. Это письмо из Яндекса и письмо из Гугла. И письмо из Гугла, естественно, как сказать... Вот насколько я провинцал, вы можете оценить, что когда я получил письмо на своё имя от корпорации Гугл, то есть вот этим самым офисом, с адресом, там такому-то, я всё-таки, как сказать, на это взглянул, как на письмо из Хогвартса в Гарри Поттере. То есть, естественно, это письмо такого коммерческого характера, оно было связано вот как раз с каналом. Но и проблема не в этих ничтожных цифрах, на мой взгляд. Опять же, рядового сотрудника, пусть высокотехнологичной отрасли в прошлом, но рядового сотрудника. Проблема не в этом. Проблема в том, что для всех айтишников, для всех вот молодых специалистов, которые есть в России, особенно в высокотехнологичном секторе, то есть, которые работают с крупными айти-компаниями, там, те компании, в которых работал я, работали с Oracle, работали... Ну, Oracle — это вообще просто что-то очень большое, такое же большое, как Google. В их трудовой книжке, вот знаете, бывает, что пустое место заполняют буквой Z, чтобы туда ничего нельзя было вписать. Вот для нашего высокотехнологичного сектора, во всех трудовых книжках молодых специалистов, вот эта большая буква Z. Дальше там писать больше нечего. И это одно из следствий специальной военной операции, к сожалению. Вот на такой грустной ноте я бы хотел закончить. Ну, как я понимаю, Яндекс сейчас разделили, международный Яндекс в основном переехал, ну, территориально, это, наверное, для такой компании не самое главное, но, тем не менее, он переехал, значит, в Израиль, и там вроде рулит по-прежнему создатель Яндекса, этот самый, как его, Волож. Ну, а русский Яндекс возглавит со следующей недели, значит, соответственно, Кудрин. Вот. Мне говорят, я не знаю, но говорят, что аналогов Яндекса в Европе почти нет, что такая большая поисковая система, очень удачная, и, ну, издали вот эта вот знаменитая, значит, экосистема, или как там говорится, что это реально большое достижение, которое для России вполне естественно, потому что в России очень сильная математическая и программистская школа. Вот. Но теперь, по-видимому, одна зад перебьет другую зад, и это, значит, действительно, ну, вообще искусственный интеллект. Не нужно ни искусственного, ни искусственного неестественного интеллекта, чтобы понять, что если отсюда свалили там даже не 300 тысяч, как говорят, а там 20 тысяч сильных специалистов, это невосполнимо. Между прочим, знаменитая утечка мозгов в 90-е годы, я вот когда-то тоже интересовался, сколько же уехало-то? Как выяснилось, у ученых высшей квалификации уехало совсем не так много. Ну, порядка там 10-15 тысяч человек. В Советском Союзе было полтора-два миллиона научных сотрудников. Полтора-два миллиона. Ну, предположим, из них огромная доля это были, так сказать, представители марксистско-ленинской науки в Сусловском ее издании. Нет, общественной науки вообще не считают. Просто это слабые специалисты. Один процент уехал, и все. Это слабые специалисты, сильных специалистов, по-настоящему сильных, всегда мало. Это все равно, что клетки в организме человека есть нервные клетки, а есть, значит, соматические клетки. И то клетки, и это клетки. Но для разрушения нервной системы уж не требуется, чтобы, так сказать, огромное количество соматических клеток из организма выпало. Поэтому я это к тому говорю, что отъезда даже не очень большого по цифре, но высоко квалифицированного класса людей, это необратимо. Это как выяснилось, не анекдот, я думал, это выдумка. Анекдот нет, говорят правду, что вот этот знаменитый разговор Гильбарта с Рустом, министром образования, Германии, когда Руст его спросил, врут ведь, что с отъездом евреев и их друзей ваш университет, то есть Гитингенский университет, много потерял. И Гильбард сказал, конечно, врут, ничего он не потерял, просто его больше нет. Говорят, что это святая правда. При том, что это было сильное преувеличение, Гитингенский университет остался, работал, и сейчас немецкие университеты очень сильные, так что немножко тут Гильбард загнул, но, конечно, того уровня, который был в Германии до эмиграции ученых 30-х годов, конечно, такого уровня вернуть уже по объективным причинам невозможно. Гильберты и уехали. Гильберты-то и уехали. Да, Гильберты и уехали. А в России такого уровня и не было, но с того уровня, который был, конечно, я не о фундаментальной науке, бог с ней, с ней все понятно, но о прикладной вот именно. И, конечно, не думаю я, что выступления Путина, да, они имеют огромное сакральное значение, и, по-видимому, окажут гигантское влияние на ученых и на специалистов, и, наверное, после выступления Путина многие вернутся, безусловно. Но я не уверен, что вернется достаточное количество. Если Владимир Владимирович будет каждую неделю выступать на эту тему, тогда, да, тогда мы все компенсируем. Но если он будет выступать редко, то одно его выступление, к сожалению, погоды не сделает. Я думаю, что большую жирную букву «З» на российском хай-теке уже, конечно, нарисовали. Еще раз говорю, те, кто пишет в комментариях о том, что ничего этого хай-текового не было, ну, пожалуйста, вот я без всяких мудростей. Возьмите Алису, то есть Алиса – это голосовой помощник Яндекса. Возьмите, господи, Сири – это голосовой помощник Apple. Ну вот, в принципе, Сири, конечно, тупая, но на фоне Алисы она, в общем, взрослый, адекватный человек. Но робот Алиса – это тоже не шариков, это, в принципе, адекватный как бы робот, адекватный интеллект. То есть это то, что люди покупают. То есть они покупают там вот эту умную колонку от Алисы. Обидно то, что даже Алису мы буквы «З» перечеркнули. Это мое субъективное мнение. А Касперский тоже ведь лаборатория международного украинства? Нет, Касперский… Нет, конечно, Касперский, да, но просто Касперский для всех давным-давно филиал ФСБ, как бы, вот, поэтому… Ну, это правда, ну и что? Ну, ладно, присучи, я думаю, мы обо всем этом ПГМ, потому что к продуктам лаборатории Касперского у меня особое отношение. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, отписывайтесь, если вам не нравится, участвуйте в опросах, они проводятся в Телеграме. Большое спасибо всем, кто репостит видео, кто распространяет, кто поддерживает канал на Патреоне. Я очень надеюсь, что на нашей жизни, в нашей, вот, так сказать, трудовой книжке, вот эта буква «З», которая означает, что более ничего записано не будет на странице, что вот эту букву «З» нам всем не поставит. Большое спасибо вам, Леонид Александрович, всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!